Заречные бани дважды выставляли на продажу. Объявленная стоимость – порядка 19 миллионов. На эти деньги руководство МОПа планировало привести в порядок две других бани. Но покупателей не нашлось. Денег нет, а здание на Зернова-20 по-прежнему закрыто. И в ближайшее время, похоже, открыто не будет. Для того, чтобы баню открыть, необходимо выполнить мероприятие по устранению гривка и всего остального в порядке 8 миллионов рублей. То есть это-то обсчитано. Где деньги взять? 8 миллионов только на устранение предписаний СЭС. Чтобы полностью отремонтировать заречные бани, по приблизительным подсчетам, нужно 40 миллионов. Немалые средства нужны и на ремонт боровых и центральных бань. За текущий год в них проведены косметические работы на миллион рублей. Где-то подлатали, где-то подкрасили, но общей картины это не изменило. Сделано, проведено, я еще раз говорю, очень много вот таких вот мелких работ, которые в общей массе, они, может быть, и незаметны, потому что это надо делать комплексно. На комплексный ремонт нужны средства. И опять вопрос, где взять деньги. Надежд на самоокупаемость, по мнению Ирины Назаровой, нет. Посещаемость бань неуклонно снижается с 2004 года. Сегодня боровые бани загружены лишь на 30%. Центральные чуть больше, на 45%. Прирост произошел за счет бывших посетителей бань заречных. Если даже вот вдруг произойдет чудо, и выделят нам 40 миллионов на ремонт бани заречной, это не решит проблему, потому что две другие бани, они также нуждаются в ремонтах. То есть нам и загрузка бани, она не увеличится. Впрочем, именно на это чудо, что найдутся средства на ремонт заречных бани, рассчитывают жители нового района. Летом они написали в администрацию города обращение с просьбой оставить бани. Под ним поставили подписи около 700 человек. Район растет, очень большой район. И баня, как бы нуждается в этой бане очень много народа. Зря говорите, что в эту баню мало народа ходило. Зря район вырос, и молодежь ходят. Не все могут себе позволить сауну за 1700. Сделали программу, разработали мероприятия, провели мониторинг, все исследовали, опросили людей, а потом предложили какие-то решения. А не так, что давайте закроем, и ребята, и потом, как говорится, ну закрыли. Значит, не продали. Дальше что вы будете делать? Другую закроют. Выслушав все аргументы, депутаты решили обратиться в администрацию города с вопросом о возможности финансирования бань Сарова. Получив ответ, народные избранники планируют вернуться к обсуждению судьбы заречных бань. Ну а пока здание Назернова-20 по-прежнему остается закрытым. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.